Евангелие от Иоанна Здравствуйте! Мы приступаем к восьмой лекции по теме «Введение в Новый Завет». Сегодня мы будем изучать Евангелие от Иоанна. Известно, что апостол Иоанн является автором данного Евангелия. Первое. Рассмотрим, каким человеком был апостол Иоанн. Мы рассмотрим, при каких обстоятельствах апостол Иоанн написал Евангелие от Иоанна. Иоанн был учеником Иисуса, а также одним из сыновей Заведея. Сыны Заведея, Иоанн и Иаков были галилейскими рыбаками, так же, как Пётр и Андрей. Иисус прозвал Иакова и Иоанна в Аниргес, что в переводе означает «сыны Громовы». Евангелие от Марка, 3 глава, 17 стих. Похоже, Иаков и Иоанн были вспыльчивыми людьми. Им не всегда удавалось владеть собой. Подобно и остальным ученикам, они имели множество недостатков. Иаков и Иоанн неверно истолковали значение пророчества о том, что Иисус станет царём. И поэтому однажды эти братья вместе со своей матерью пришли к Иисусу с просьбой посадить их на престоле. Одного справа, а другого слева от Иисуса. Они хотели, чтобы это произошло, когда Иисус воцарится. Также они предложили Иисусу свести огонь с неба и истребить одно из самарянских селений. Всё это за то, что там отвергли Иисуса. Но Иисус упрекнул их за это. В Евангелии от Луки, 9 главе, 55 стихе, мы можем прочесть об этом происшествии и увидеть, в чём заключался упрёк Иисуса. Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа?» Ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать. Другие ученики тоже, подобно Иоанну, не понимали, какова была воля Иисуса. Они имели множество недостатков. Из всех учеников Иисуса особо приближёнными к Нему были Пётр, Иоанн и Иаков, которых Он любил и учил. Эти три мужа были вместе с Иисусом, когда Он разбудил дочку Иаира, начальника синагоги. Когда Он был на горе Преображения и в Гефсиманском саду. Когда шла подготовка к последней вечере, Иисус послал Петра и Иоанна, чтобы они приготовили место. Апостол Иоанн преклонил голову на грудь Иисуса во время последней вечери. Он принял хлеб и вино непосредственно из его рук. Господь сильно любил Иоанна. Когда Иисус был распят и умирал на кресте, Он видел стоящего рядом с Его матерью у Креста ученика, которого любил. Он сказал своей матери, «Жена, вот твой сын!» А ученику сказал, «Вот твоя матерь!» Иисус поручил своему ученику Иоанну заботу о своей матери. В Евангелии от Иоанна, 19 главе, в стихах 26 и 27, сказано, что с этого времени ученик взял мать Иисуса к себе домой. Тот самый возлюбленный ученик Иисуса, апостол Иоанн, является автором Евангелия от Иоанна. Традиционно считается, что Евангелие от Иоанна было написано апостолом Иоанном в Ефесе. Приблизительно в 90-е годы нашей эры. Наиболее вероятным местом написания этого Евангелия считается Эфес, потому что последние годы своей жизни Иоанн провел именно там. Существует несколько факторов, подтверждающих, что Евангелие от Иоанна написано апостолом Иоанном. Второе. Внутреннее свидетельство, подтверждающее авторство апостола Иоанна. Самым важным подтверждением тому, что это Евангелие написано апостолом Иоанном, является само Евангелие от Иоанна. В последней, 21-й главе Евангелия упоминается ученик, которого любил Иисус. этот ученик был очевидцем всех описанных событий и все записал. Однако, само имя апостола Иоанна ни разу не упоминается в Евангелии от Иоанна. В этой Евангелии включены многие имена других учеников Иисуса. Здесь говорится о Петре, Андрея, Филиппе, Фоме, Нафанаиле, Иуде и Скариоте и о других учениках. Несколько удивителен тот факт, что практически все имена учеников названы в этом Евангелии, кроме имени апостола Иоанна. Вместе с Петром и Яковом Иоанн был в тройке ближайших учеников и последователей Иисуса. Тот факт, что имена Петра и Якова упоминаются в Евангелии от Иоанна, а имя Иоанна нет, ясно указывает на то, что авторство данной книги принадлежит апостолу Иоанну. Вместо того, чтобы написать свое имя, автор пишет о себе, как об ученике, которого любил Иисус. Иоанн, которого любил Иисус, не открывает своего имени. Он представляет себя читателю через свои взаимоотношения с Господом Иисусом. Для того, чтобы указать на различия между Иоанном Крестителем и апостолом Иоанном, авторы остальных Евангелий всегда писали Иоанн Креститель. Но Евангелие от Иоанна называет Иоанна Крестителя просто Иоанн. Другие авторы указывали на различия между апостолом Иоанном и Иоанном Крестителем. Но апостол Иоанн в своем Евангелии называет Иоанна Крестителя просто по имени Иоанн. Потому что для него абсолютно ясно кто есть кто. этот феномен объясняется тем, что автором Евангелия от Иоанна является апостол Иоанн. Ученик которого любил Иисус тот самый который возлежал на груди Иисуса во время последней вечери был очевидцем описавшим евангельские события. В двадцать первой главе Евангелия от Иоанна Петр спросил Иисуса про Иоанна Господи «А он что?» На это Иисус ответил ему «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной!» Как и предсказал Иисус Иоанн прожил дольше всех остальных учеников Иоанн и Петр проповедовали Евангелие и постоянно переживали преследование от иудеев? Иоанн бесстрашно проповедовал Евангелие в Иерусалиме. Новый Завет ничего не говорит о том, когда Иоанн покинул Иерусалим и куда он отправился оттуда. Нам известно лишь то, что он написал первую, вторую и третью книги от Иоанна, а также, что он написал книгу Откровения, когда находился на острове Патмос. В дополнение к внутреннему свидетельству авторства апостола Иоанна. Мы имеем внешнее свидетельство, засвидетельствованное отцами церкви. Третье. Внешнее свидетельство того, что авторство Евангелия от Иоанна принадлежит апостолу Иоанну. В период ранней церкви люди знали об Евангелие от Иоанна и признавали авторитет этого повествования. Авторы ранней церкви считали Иоанна сына Завидеева автором четвертого Евангелия. Начиная со второго века по сей день Мало кто сомневается в том, что апостол Иоанн является автором Евангелия от Иоанна. Давайте рассмотрим свидетельство отцов ранней церкви. Поликрат Эфесский во второй половине второго века сказал Иоанн, бывший свидетелем и учителем Иоанн, возлежавший на груди Иисуса заснул в Эфессе. Ириней Леонский утверждал, что Иоанн написал свое Евангелие в Эфессе. Он также свидетельствовал, что апостол Иоанн жил вплоть до времен правления императора Трояна. Свидетельство Иринея очень важно. Дело в том, что Ириней часто встречался и общался с поликарпом, поликарпом, епископом Смирны. Поликарп был лично знаком с апостолом Иоанном и другими учениками Иисуса. Скорее всего, он знал, что апостол Иоанн, который был призван Господом еще до него, написал Евангелие от Иоанна. Поликарп имел личные взаимоотношения и общения с апостолом Иоанном. Ириней, который учился у поликарпа, сказал «Иоанн, ученик Господа, который возлежал на его груди во время последней вечери, собственноручно написал Евангелие, когда жил в Эфесе, в Азии. Иероним, бывший епископом в Риме, свидетельствует в своих комментариях книги Галатам. Он говорит, что Иоанн жил в Эфесе до глубокой старости. Благословенный Иоанн евангелист прожил в Эфесе до глубокой старости. И его ученики буквально приносили его в церковь. Каждый раз, когда верующие собирались вместе, Иоанн говорил одно и то же «Дети, любите друг друга». В конце концов, его ученикам и остальному братству наскучило слушать одно и то же. И они обратились к Иоанну с такими словами «Господин, почему ты все время повторяешь одно и то же?» И он ответил с присущим ему чувством «Потому что это заповедь нашего Господа». И если ее исполнять, этого будет достаточно. «Действительно, апостол Иоанн был апостолом любви». Именно поэтому он написал о себе как об ученике, которого любил Иисус. Далее четвертая структура Евангелия от Иоанна. Богословы по-разному описывают структуру Евангелия от Иоанна. «Я предпочитаю структуру, разработанную профессором теологической семинарии завета Даниэлем Дориане. Согласно этому автору Евангелия от Иоанна можно условно разделить на четыре части. Это очень просто. Первая глава «Вступление». Последняя двадцать первая глава заключения Евангелия от Иоанна. Остаются главы со второй по двадцатую. Они делятся на две части. Со второй по одиннадцатую и с двенадцатой по двадцатую главу. Главы со второй по одиннадцатую называются книгой знамений. главы главы с двенадцатой по двадцатую называются книгой страданий и славы. «Содержание» Содержание глав со второй по одиннадцатую можно суммировать одним словом «знамения». В этом разделе Евангелия от Иоанна можно обнаружить семь знамений. Пожалуйста, посмотрите «Силлабуз». Иисус превращает воду в вино и исцеляет сына царедворца. Он исцеляет больного страдающего тридцать восемь лет и совершает чудо с двумя рыбками и пятью хлебами. Иисус идет по воде. Он исцеляет слепого и воскрешает Лазаря из мертвых. Все это знамения. Показав эти знамения, Иисус как Мессия явил свою славу. Иоанн описал реакцию очевидцев этих знамений. Люди реагировали одним из двух способов. Некоторые видели эти знамения и приобретали веру в Иисуса. однако было множество таких, кто видя чудеса и знамения совершенные Иисусом, критиковал и гнал его. Например, первосвященники и фарисеи, услышав о том, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых, дали всем распоряжение, кто узнает местонахождение Иисуса, доложить об этом, чтобы его арестовали. Таким образом, главы со второй по одиннадцатую сфокусированы на знамениях. Они повествуют нам о том, какой личностью был Иисус. главы с двенадцатой до двадцатой это книга страданий и славы. Этот раздел говорит о страданиях, смерти и воскресении Христа. В двенадцатой главе Иисус прибыл в Иерусалим. Там Он вкусил последнюю вечерю со своими учениками. Он говорил им о своей смерти и о том, что один из учеников предаст его. начиная начиная с этого отрывка и до семнадцатой главы мы читаем прощальные напутствия Иисуса. В главах Иисуса в главах 18 и 19 описаны арест и убийство Иисуса. 20-я глава говорит о воскресении Иисуса и здесь же мы видим цель написания Евангелия от Иоанна. Глава 21 заключение Чудесный улов в 153 рыбы и разговоры Иисуса с Петром завершают эту главу. Другой богослов Брюс Милн подразделяет структуру Евангелия от Иоанна на три части. Первая глава с 1 по 18 стихи описание служения царя до его воплощения. С 1 главы 19 стиха по 19 главу 42 стиха описание служения воплощенного царя. Третья часть с 20 главы 1 стиха до 21 главы описание служения воскресшего царя. Богословы анализируют структуру данного Евангелия различными способами. Я считаю, что приведенные мной два метода помогут вам понять структуру Евангелия от Иоанна наилучшим образом. Остаток времени посвятим пункту пятому. Содержание и характерные особенности Евангелия от Иоанна. Евангелия от Иоанна обычно отделяют от синаптических Евангелий. Как уже было сказано, первые три Евангелия называются синаптическими Евангелиями. Синаптические Евангелия рассматривают и описывают жизнь Иисуса с одной точки зрения. В них рассказаны похожие истории. Они схожи по структуре и содержанию. Евангелие от Иоанна отличается от синаптических Евангелий. Около 90% стихов из Евангелия от Иоанна не являются параллельными стихами синаптиков. Поэтому нам следует знать в чем отличие Евангелия от Иоанна от трех синаптических Евангелий. Ответы на эти вопросы помогут вам раскрыть уникальную ценность Евангелия от Иоанна. Во-первых, содержание синаптических Евангелий и Евангелия от Иоанна отличаются. Говоря о разнице в содержании, мы подразумеваем две вещи. Некоторые подробности, отсутствующие в Евангелии от Иоанна, есть в синаптических Евангелиях. И наоборот, некоторые детали, отсутствующие в синаптических Евангелиях, есть в Евангелии от Иоанна. Возьмем, например, непорочное рождение Иисуса, Его крещение, искушение в пустыне, случай на горе преображения, исцеление прокаженных, освобождение бесноватых, учреждение вечери, слова Иисуса, обращенные к Отцу на кресте и Его вознесение на облаках, все это не записано в Евангелии от Иоанна. В Евангелии от Иоанна нет ни одной из притч, записанных в синаптических Евангелиях. Иоанн также ничего не пишет об изгнании бесов из людей. Однако, некоторые детали есть только в Евангелии от Иоанна. Чудо превращения воды в вино на свадебном пире. Разговор Иисуса с Никодимом. Разговор Иисуса с Самарянкой из Сихари. Исцеление больного у купальни в Вефезде. Прощение женщины пойманной в прелюбодеянии. Исцеление слепорожденного человека. Омовение ног учеников. молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Сомневающийся Фома и последний разговор Иисуса с Петром. Все эти истории можно найти только в Евангелии от Иоанна. Также Евангелие от Иоанна отличается от синоптических Евангелий тем, где проходило описанное в них служение Иисуса. Синоптики описывают служение Иисуса в Галилее. А Евангелие от Иоанна сосредоточено на служении Господа в Иудее. Евангелие от Иоанна повествует по меньшей мере о трех пасхальных праздниках и четырех путешествиях Иисуса в Иерусалим за время его публичного служения. Эта книга также описывает период проповеди Евангелия Иисусом в Иудее. События описанные в Евангелии от Иоанна не противоречат событиям, которые описаны в синоптических Евангелиях. Скорее некоторые детали описанные Иоанном в Евангелии дополняют содержание синоптических Евангелий и дают больше информации об Иисусе. К тому же ни одно Евангелие не может описать все то, что произошло в период жизни Иисуса на земле. Нам следует помнить, что авторы Евангелий записали лишь самое важное. Лишь то, на чем необходимо было сделать ударение. Евангелие от Иоанна подобно синоптическим Евангелиям содержит лишь избранную информацию. В Евангелии от Иоанна 21 главе 25 стихе апостол Иоанн говорит, что что если бы он попытался записать все, что Иисус говорил и делал, то, по его мнению, мир не смог бы вместить всех написанных книг. Синоптические Евангелия и Евангелия от Иоанна отличаются друг от друга в нескольких аспектах. И все же все Евангелия схожи в том, что сосредоточены на жизни Иисуса и его служении, на его страданиях, крестной смерти и воскресении. Во-вторых, богословский подход и фокус Евангелия от Иоанна отличаются от Евангелий синоптиков. Евангелие от Иоанна свидетельствует об Иисусе, используя абстрактные богословские термины. Такие, как любовь, истина, свет, тьма, грех, суд и жизнь. Евангелие от Иоанна дает христологические характеристики. Когда описывает особенности личности Иисуса. Иначе говоря, Евангелие от Иоанна от начала до конца говорит о том, кем является Христос. Вместо генеалогии Иисуса Христа во вступлении к Евангелию от Иоанна Иоанн говорит о том, что Иисус есть Слово, что Он есть Христос, что Он всегда был с Богом. Слово было у Бога и Слово было Бог. Он творец, Он есть жизнь и Он есть свет для всех людей. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его. Славу как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна 1 глава 14 стих Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. 1 глава 17 стих Он есть единородный сын сущий в недре отчим явивший Бога. 1 глава 18 стих Иоанн Креститель говорит о нем Вот Агнец Божий который берет на себя грех мира. 1 глава 29 стих Андрей нашел Петра Он рассказал ему что встретил Мессию Мессия значит Христос Встретившись с Иисусом Христом Нафанаил сказал Равви Ты Сын Божий Ты Царь Израилев 1 глава 49 стих В Евангелии от Иоанна 7 раз встречаются высказывания сделанные Иисусом от первого лица Я есть В синоптических Евангелиях таких высказываний нет Я есть хлеб жизни Я есть свет мира Я есть дверь овцам Я есть добрый пастырь Я есть воскресенье и жизнь Я есть путь истина и жизнь Я есть истинная виноградная лоза Так говорил о себе Иисус Он сказал Вот кто я есть Эти стихи дают нам глубокое духовное откровение о том кто есть Иисус запомнив все эти слова Иисуса и засвидетельствовав о них Апостол Иоанн провозгласил что Иисус является мессией По этой причине иногда Евангелие от Иоанна сравнивают с орлом Орел Орел может смотреть на Солнце не прищуриваясь и не моргая Он способен в полете при лунном свете увидеть зайца шевелящегося в траве Подобно орлу смотрящему на солнце Иоанн смотрит на сияние Божьей славы Климент Александрийский говорил об Евангелии от Иоанна как о духовном Евангелии Это и есть богословская характеристика Евангелия от Иоанна В-третьих еще одной характеристикой данного Евангелия является то что Евангелие от Иоанна отличается от синаптических Евангелий использованным запасом слов слов и выражений Синаптические Евангелия повествуют о делах и учении Иисуса Евангелия Евангелия от Иоанна большей частью состоит из длинных проповедей Эти проповеди и учения касаются духовных вопросов Книга легко читается Все мысли в ней ясно изложены и доступны для понимания Описывая разговоры Иисуса с разными людьми Иоанн тщательно описывает каждого человека На этом мы завершаем восьмую лекцию по теме «Введение в Новый Завет» Благодарю вас!